Петь для брещанки Ангелины Малявка, как дышать, а еще любить, как будто петь. Поэтому французская композиция с говорящим названием «Я люблю» как нельзя лучше выражает эмоции и чувства юной вокалистки. Я очень люблю французский язык, язык любви, язык музыки, поэтому так и пал выбор именно на эту песню. Каждая девочка мечтает о своем каком-то что ли принце на белом коне или просто принце, может даже не на белом. И какие-то такие высокие мысли во время песни все-таки приходят, свои переживания, все-таки подростковая любовь, это всем знакомо. Звездочек подобных Ангелине на конкурсе «История любви» немало. В стихи и песни зарубежных поэтов и исполнителей молодые люди привносят свое видение и прочтение, вкладывают свои сокровенные эмоции. А жюри, в свою очередь, оценивает владение языком и исполнительское мастерство. Традиционно у нас, конечно, это английский язык, немецкий, французский, это всегда. Плюс вот в этом году заявлены испанский, мы уже слышали, итальянский, латинский. Года два-три назад у нас был сербский, иврит, ну вот, наверное, все. Поэтому языковая, так сказать, палитра у нас очень большая. Конкурс «История любви» проходит раз в два года. Нынешние состязания пятая по счету. Первый отборочный тур провели накануне в 30-й школе. Жюри отсмотрело 41 творческий номер. На второй этап заявлено 30 номеров. Так что работа для жюри предстоит серьезная. К тому же в нынешнем конкурсе появилась новая номинация. Начитали мы вообще стихотворение и песня. Потом видим, что очень много интересных задумок. У нас пошло просто стихотворение, инсценированное стихотворение, литературно-музыкальная композиция. Если это песня, то соло, это дуэт, это ансамбль. А в этом году ученик-учитель. А в этом году мы придумали вообще замечательные семейные выступления. Мы стараемся объединить все – язык, музыку, учителей и родителей. Мне кажется, это просто замечательно. Имена победителей и призеров в различных номинациях станут известны 5 марта на гала-концерте, который пройдет на базе лицея номер один имени Пушкина. Исполнители получат не только дипломы и призы, но и возможность еще раз признаться в любви и рассказать свою романтическую историю. Ирина Ольшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.